Папа, когда же меня бить перестанут? С таким вопросом 17-летний Никита Золотарев обратился к отцу после своего задержания 11 августа. Накануне подросток из Гомеля случайным образом оказался в разгар протеста в центре города. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за якобы злостное хулиганство. На скамье подсудимых оказались еще двое парней, которые находились в момент протеста рядом с Никитой. Один из которых бросил в сторону силовиков бутылку с зажигательной смесью. Однако судят за это всех троих, естественно, без каких-либо доказательств. Обвиняемые жалуются на постоянные пытки и избиения. А за любую попытку заявить о своих правах молодых людей сразу наказывают и отправляют в карцер. А подросток и вовсе попросил адвоката написать жалобу. 29 декабря сотрудники СИЗО избили мальчика с применением электрошокера. Следующее судебное заседание состоится в понедельник в 10.30 утра. В Беларуси в некоторых школах дети получают не знания, а физические травмы. В Чечерске учительница ударила шестиклассника головой о парту. В результате мальчик был госпитализирован. У него обнаружили закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Это не первый громкий случай в Гомельской области, когда учителя применяют физическое насилие в отношении учеников. Вспомнить хотя бы историю, в которой педагог во время урока угрожала убить четвероклассника партой. Тогда учительницу просто уволили. Однако позже Лукашенко лично распорядился восстановить ее в должности. А наказанию подверг ряд местных чиновников и директора школы, которую, кстати, родители учеников любили и уважали. Вот такое оно у нас правосудие. Более 2000 долларов штрафа за участие в акциях, а также ужесточение наказания за оскорбление силовиков и введение общественных работ. Таковы основные изменения обновленного кодекса об административных правонарушениях, который вступит в силу уже с марта этого года. Очевидно, что причиной, по которой белорусские законотворцы решили переписать нормативный акт, стали непрекращающиеся в стране протесты. Практически все статьи, которые затронули существенные изменения, относятся к политическим. В частности, это народная статья 23.34. В новом кодексе изменился даже ее порядковый номер. Теперь за участие в несанкционированных акциях судить будут по статье 24.23. Максимальный срок ареста по ней увеличен в два раза, а штрафы в пять. Кроме того, теперь белорусов смогут наказывать и за незаконное изготовление и использование флагов и символов. Несмотря на то, что БЧБ-флаг не внесен в списки запрещенных, по этой статье за его использование могут назначить штраф до 200 долларов, ссылаясь на то, что он причиняет вред национальной безопасности. Вроде бы он бросал камни, но это не точно. На таком основании Гродненский суд вынес приговор в три с половиной года лишения свободы местному жителю. Сергея Римшу признали виновным в участии в массовых протестах 9 августа и насилии в отношении сотрудников милиции. Ни один из шестерых силовиков, которые выступили на процессе, в качестве свидетелей не мог достоверно утверждать, что именно обвиняемый бросал камни в их газель. Кроме того, врач скорой помощи, также присутствующий на месте события, однозначно утверждал, что это делал человек, похожий на Римшу, но не сам обвиняемый. Тем не менее, суд решил, что предположений силовиков достаточно, чтобы отправить человека на долгие годы за решетку. Нелегитимная власть решила, что белорусам не хватает патриотизма и решила выставить его на продажу. Для этого по региональным торговым точкам было разослано постановление Министерства антимонопольного регулирования, содержащее списки продукции, которая обязательно должна присутствовать в ассортименте. Эти списки содержат расширенный перечень товаров с госсимволикой. Март требует, чтобы во всех магазинах и ларьках страны продавались красно-зеленые флаги, открытки и значки. Если данное требование не будет соблюдено, торговым объектам грозят суровые санкции от госконтроля. Сегодня в Бобруйске прошли самые массовые за последнее время задержания, причем связаны они не с акциями протеста. В совокупности с раннего утра были задержаны не менее 11 человек, среди которых известные в городе демократические активисты и журналист независимой газеты Бобруйский Курьер. Силовики вламывались к людям в квартиры и забирали компьютеры и мобильные телефоны. После обысков Бобруйчан доставили в местный РУВД и следственный отдел. Со слов сына одного из задержанных, обыск проходил в рамках уголовного дела об оскорблении сотрудника милиции. Вынесен приговор молодым ребятам, расписавшим счеты силовиков. 18-летняя София Малашевич получила два года колонии, а Тихон Клюкач – полтора. Их судили за якобы активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. А девушки еще менили статью за оскорбление президента. Неправосудный приговор выносила Ольга Неборская, известная своими судилищами над независимыми журналистами и участниками маршей. Друзья, на этой неделе в Беларуси заработал настоящий судебный конвейер. Людям массово выносят абсурдные приговоры. Список политзаключенных растет с каждым днем. Давайте не забывать о тех, кому в борьбе за нашу с вами свободу повезло меньше. Тем более, что благодаря проекту «Письма в Клеточку» написать слова поддержки политзаключенным стало еще проще. Достаточно просто зайти на сайт вклеточку.орг, выбрать из списка нужное имя и оставить свой текст. Дальше все будет сделано за вас. В комментариях оставляйте также свои идеи, как еще можно поддержать жертвы режима. Хороших всем выходных и Жыве Беларусь!